Доброе утро, мои дорогие друзья! Хочу вам сегодня рассказать такую интересную вещь. У нас есть разные планеты. Планетарный уровень, я бы сказала, который мы не видим. Есть подземные демонические планеты. Естественно, они живут в других реальностях параллельных, которых мы не видим. И вот есть полубоги, которые служат верховной личности Бога, а есть демоны. Так вот эти демоны, есть такие виды демонов, которые живут лучше, чем полубоги. Представляете? Почему? Потому что они в совершенстве владеются чакройогой, раскручиванием чакр, что даёт им вечное здоровье, вечную молодость, вечную красоту. Они в совершенстве владеют знаниями аюрведа, знаниями трав и знаниями драгоценных камней. И применяют их. Они могут в совершенстве владеть всеми видами праны, то есть жизненной энергии, кроме одной. Они обладают действительно уникальными познаниями. У них отменнейшее здоровье, у них отменнейшая красота. Но одним видом праны они не обладают. Каким? Называется отжас, или жизненная энергия, которая повышает духовный, интеллектуальный уровень. От её... Она находится в сердце. Эта субстанция праническая, отжас, находится в сердце. И развивается она только если человек практикует бхакти-йогу. Запомните это. Бхакти-йогу. Служение Верховной Личности Бога, которое развивает в себе Любовь. Которое развивает в себе умонастроение и служение другим людям. Служение другим живым существам. Только тогда отжас будет развиваться. У демонов демоны не могут развить отжас, потому что они хотят независимости. Они не хотят поклоняться Богу. Да, они в совершенстве владеют йогой. Но чем отличает благость от неблагости? Благость — это когда ты имеешь в сердце Любовь. А демоны, хоть и совершенные внешне, да, эти, и возьмём этих демонов, совершенные внешне, совершенные в познаниях медицины, но у них нет Любови. То же самое можно сказать о нашей современной медицине, хотя она вообще не имеет познаний совершенных никаких. У неё нет Любви внутри. Поэтому, когда люди к ней обращаются, они умирают. А найти человека, который обладает внутри пхактей, то есть энергией Любви — это иголка в стоге сена. Это огромный труд над собой, и никто не хочет трудиться над собой. Никто. Потому что это тяжело. А все хотят легко. Легко и просто, с наслаждениями. Так не бывает. Нужны аскезы, нужны ограничения, нужны знания. И вот эти знания я пытаюсь дать людям в своём клубе здоровья, ведь это катарсис, чтобы развить Любовь. Не просто так, омоложение, здоровление, исцеление, вечная жизнь. Нет. Вечного ничего нет. Мы всё равно рано или поздно уйдём. Но только вопрос в том, как уйдём, это уже другой вопрос. И если у тебя в Любовь сердце, у тебя нет ложного эго. Уйдём легко, свободно, счастливо, зная, что мы никогда не умираем, и что наша душа не рождается, не умирает. Она была, есть и будет. Только тело бренно. И это тело оживляет ваша душа вечная, нерождённая, благословенная, знающая. Так дайте же ей вспомнить эти знания. Потому что много людей, когда я говорю, что питание не нужно, нам нужен Бог, нам нужно к Богу, они говорят, да, да, я с вами согласна. Потому что их душа имеет уже эти знания. Просто она находится под покровом у всех иллюзорных навязываний, ложных навязываний. Так вот это нужно отмести, подмести вот эти вот ложь, нужно подмести и выкинуть, как грязную квартиру, чтобы душа очистилась. И для этого нужно очищать тело. Без этого мы, душа не вспомнит, что она, что она, душа вечная. Приходи в мой клуб здоровья, ссылка в шапке моего профиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова